Всем привет, друзья! Друзья, вы на канале SkyTopGames и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Ну а перед началом путешествия я, как обычно, хочу выразить огромную благодарность всем нашим спонсорам на канале за вашу месячную подписку. Спасибо, друзья! Ну что ж, я надеюсь, что многие из вас, любители космоса, любители мира Space Engine, знают о грандиозном свето-представлении, которое намечается в этом декабре и, к сожалению, на момент выхода видео, а именно вчера, позавчера, 12 декабря, мы смогли видеть самую ярчайшую комету этого года. Комету под названием C2021-A1 Леонард. Но не спешите расстраиваться. Комету Леонард сейчас очень хорошо можно, в принципе, видеть при блеске плюс 4, если я не ошибаюсь, на северном полушарии. Ну, а что ж, давайте взглянем на нее в мире Space Engine. Вот она, та самая комета C2021-A1 Леонард, которая была открыта в начале аж января этого года. Ну, что собой вообще представляют кометы? Мы знаем, что это огромный камень, состоящий из воды, кислорода, ацетононитрила, синильной кислоты и различных других газов. Посмотрите, какой тянется от нее огромный полевой хвост. Да, все это выглядит очень невероятно. Честно говоря, я в своей жизни наблюдал пока что, к сожалению, одну комету, комету Хейла Бопа, в 97-м году, и это было невероятным до сих пор в моей памяти. Врезался тот момент, когда я каждый вечер наблюдал комету Хейла Бопа, по-моему, в марте-апреле, весной на ночном небе. Ну что же, давайте попробуем приблизиться к комете Леонардо и посмотрим на нее, так сказать, вблизи. Ведь многим из нас, к сожалению, не удастся ее рассмотреть в свои телескопы. Кому-то не повезет с погодой, так как не повезло мне, как с кометой Нео-Вайс в 2020 году. До кометы Леонардо остается какие-то тысячи километров, и можно посмотреть на нее прямо вблизи. Тем, кому не удалось посмотреть ее с Земли в свои телескопы из-за плохой погоды, либо кто-то не имеет телескопов, хотя бы в планетарии Space Engine можно ее рассмотреть прямо сейчас вблизи. Что представляет собой комета Леонард? Отличительная черта этой кометы, это, конечно же, ее скорость. Она летит сквозь космическое пространство со скоростью около 70 километров в секунду. Что я скажу точно на 6 километров больше прошлогодней кометы Нео-Вайс. Сейчас максимально попробуем приблизиться к ней и даже опуститься на ее поверхность. Почему бы нет? Сквозь большое облако пыли и газа, которое испаряется, потому что комета — это ведь большой снежный ком. Испаряется она благодаря приближению к Солнцу. Посмотрите, какой огромный камень. Кстати говоря, комета Леонарда в диаметре 150 километров. То есть, если вот такой снежный ком столкнется с нашей Землей, то можете судить сами, что произойдет с жизнью на планете Земля. Я хочу максимально, наверное, медленно вот так пролететь над ее поверхностью. Поверхностью этой кометы. Поэтому из-за такой большой скорости для наблюдателей Земли положение кометы в небе будет ежедневно меняться. Сейчас мы также с вами пролетим сквозь пыль и газы всей нашей кометы Леонард. Представляете, когда-то миллионы, миллион лет с помощью вот таких снежинок зародилась жизнь на нашей планете Земля. Только представьте размер этой кометы Леонард. Это невероятно огромный, огромный сок льда. Конечно же, самый лучший день для наблюдения был это 12 декабря. У меня, кстати, было ясное небо, но я не смог его понаблюдать. К сожалению. Даже, кстати говоря, можно наблюдать бинокль или невооруженным глазом комету Леонарда. И вот, кстати говоря, сейчас, по-моему, комета Леонард достигла максимальной яркости. И можно наблюдать два ее хвоста. Только что, как мы видели с орбиты Земли, это хвост полевой и газовый. А вот, кстати говоря, мы сейчас и попробуем промчаться сквозь ее хвост, который растянут на просто на огромные расстояния. Миллионы, тысячи километров. Кстати, было предположение, что комета Леонарда начинает разваливаться. Смотрите, какой у нее шикарный, красивый хвост. Что можно еще сказать по наблюдениям? То, что ее можно увидеть телескоп или бинокль перед рассветом. И можно найти комету в созвездии Валапаса. Которая располагается чуть ниже и левее Большой Медведица. Хорошим ориентиром при поиске кометы будет звезда Арктур. Самая яркая звезда в созвездии Валапаса. А вот после 25 декабря данную комету Леонард можно будет наблюдать уже в южном полушарии на фоне созвездия Микроскоп. Так, ну что ж, давайте, наверное, напоследок мы с вами посмотрим всю эту красоту с нашей планеты Земля. И тем, кому не удастся наблюдать данную комету, хотя бы в нашем планетаре Space Engine, мы посмотрим на красоту на ночном, возможно, дневном небе. не знаю. Не знаю. комета в дальнейшем ждет злая и страшная судьба, потому что комета в дальнейшем просто покинет нашу Солнечную систему, и, к сожалению, мы ее больше никогда не увидим. Она отправится в бесконечное путешествие в открытом космосе в нашей галактике Млечный Путь. Ну, а если вы хотите узнать побольше информации о комете, есть в Википедии, различные другие научные статьи. Можете почитать, поучить. Ну, я попрошу тебя всего лишь поставить большой пальчик вверх, подписаться на канал. И помните, друзья, что космос и Вселенная бесконечные и наше путешествие только начинается. Всем новых открытий. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...